Привет, друзья! Сегодня мы научимся делать кубинский коктейль Куба Либры, который очень многим людям известен как Ром и Кола. Но любой человек, который был хотя бы раз на Кубе, знает, что существует огромная разница между просто Ромом и Колой и Куба Либры. Да, поскольку это у нас канал про винтажную аудиотехнику и музыку, сейчас у меня должна появиться музыка. А в кадре я сейчас покажу прекрасную 7-дюймовую катушку бас. Это такой тонкий-тонкий намек о том, что у меня готовится большой 40-минутный обзор на мою коллекцию 7-дюймовых катушек. Следите за публикациями. Ну а сейчас мы приступим к, собственно, приготовлению. Друзья, коктейль Куба Либры, вообще это называется свободная Куба, приготовить очень легко. Тренированный человек может сделать два стакана этого напитка двумя-тремя хорошо тренированными движениями. Но наш ролик не про скоростную готовку коктейля Куба Либры, поэтому я буду делать все с чувством, не спеша, с расстановкой. У нас тут не соревнования по спортивному коктейлю приготовлению. Если кому-то нужен более скоростной ролик, таких полно. Итак, сначала про ингредиенты. Что нам потребуется? Конечно же нам потребуется тара, два стакана. Нам будет нужен лайм. Мой рецепт включает в себя мяту. Конечно же нам потребуется, собственно, ром и пресловутая кока-кола. И обязательно нам будет нужен лед. Пока его здесь нету, но сейчас он тут появится, чтобы не таял. Ну, этому рецепту меня научили, собственно, на Кубе. Чтобы еще лучше прочувствовать разницу между ром и колой и настоящим Куба Либры, ну, давайте введем сравнение между MP3 звуком с MP3 и звуком с настоящих божественных виниловых или других аналоговых источников. Разница примерно такая. Ну что, довольно пустой болтовни. Давайте приступим к, собственно, приготовлению. Приготавливать коктейль я буду на двух человек, для себя и для любимой. Поэтому рецептура будет относиться именно к такому количеству напитка. Для коктейля нам потребуется два стакана. Я предпочитаю стаканы вот такой формы, такого размера в это время года. Почему? Потому что сейчас на улице холодно. Вот. Поэтому 200 грамм это самое то. Идеально. Хотя, конечно, классический Куба Либры готовится в так называемом high glass, в высоком длинном стакане. Ну, это будет отличный выбор для жаркого лета. А сейчас ограничимся вот таким стаканом. Не больше, но и не меньше. Теперь мой личный рецепт коктейля Куба Либры включает в себя мяту. Для того, чтобы использовать мяту, на Кубе пользуются специальным таким инструментом, палочкой, чтобы мяту растереть и растолочь. Вот. Эту палочку подарил мне кубинец, специально для приготовления коктейлей. Она видала виды. И поэтому один из коктейлей я сейчас приготовлю с мятой, а второй без мяты. То есть, самый первый шаг, это мы берем и растираем, расталкиваем мяту в стакане. Очень такое важное замечание здесь. Это у кого нету нужной палочки, нужного инструмента или нужного кубинца. Не расстраивайтесь. Мяту можно взять и как бы просто потереть, растереть в руках и бросить ее. Она будет выглядеть не так красиво, может быть, не так аппетитно, но на вкус отличаться совершенно ничем не будет. Теперь самое время добавить лед. В случае с большими стаканами обычно берут и наполняют их льдом до верха, чтобы получился такой охлаждающий напиток. Но опять же, в это время года мне такой вариант не очень нравится. Поэтому для каждого стакана я использую два кусочка льда. Я видел, как некоторые люди бросают один жалкий кусочек, сиротливый, на один стакан. Но, опять же, по моему опыту, два кусочка это идеальное количество. Почему? Потому что в этом случае напиток охладится до нужной температуры и немножко снизит как бы крепкость, которая есть у рома. Итак, у нас уже лежит лед. Во втором стакане у нас лежит лед и мята. Теперь самое время готовить лайм. Тут тоже интересное замечание. Почему лайм? Например, лайм это зеленый лимон. Вот, что интересно, на Кубе обычный желтый лимон не растет и он даже запрещен к ввозу. Если вы влетаете в Кубу, на Кубу через аэропорт, вас с пристрастием досмотрят и не нужно, вам, вы не хотите на самом деле, чтобы у вас нашли желтый лимон. Он запрещен к ввозу на Кубу. Итак, классический рецепт включает зеленый лимон, лайм. Лайм я режу следующим способом. Я сначала беру лимон, разрезаю его на две половинки. Теперь с каждой половинки отрезаю по колечку. Раз и два. Колечки складываю, они нам пригодятся позже. Так. А теперь каждую из оставшихся половинок разрезаю еще пополам. То есть вот у нас получилось вот столько лайма. и теперь из более крупных половинок я выдавливаю сок в стакан. Не жалейте лайма, он дает ту самую нужную кислинку, которая собственно и формирует вкус Куба Либре. Вот выжимаете туда побольше сока. То есть вот я по две таких дольки выжимаю в каждый стакан. Есть. Есть. Все отлично. А это у нас пока ждет своего часа. В кубинских коктейлях используется лайм. Я пробовал в общем и с желтым лимоном, но это не то. Так что только лайм. Только лайм для Куба Либре. Теперь собственно настало время для рома. Классический Куба Либре делается из светлого рома. Вообще я для себя выбрал правило такое. Чем вкуснее ром, тем меньше он подходит для коктейлей. Тем лучше его пить так, просто со льдом. Поэтому для коктейлей лучше использовать ром попроще и не такой сладкий. Чем слаще ром, при добавлении кока-колы напиток, коктейль превращается просто в приторную патку. Это не то, что мы хотим. Вообще самый запоминающийся коктейль был сделан из примитивнейшего рома Мулата. Он сейчас появится на картинке. Но к сожалению он за пределы Кубы вряд ли куда-то поставляется. Поэтому мы будем пользоваться другими ромами. Так вот, этот я убираю, потому что это очень вкусный ром, его можно пить без всякой кока-колы. И остается у нас обычный темный ром. Вот, сейчас мы его откроем и будем использовать мерную стопочку. И наливаем одну часть рома в каждый стакан. Налили. У нас уже здесь есть лед, ром, мята. Для тех, кто хочет, осталось только добавить кока-колы. Кока-колы я добавляю две части. Это мой рецепт. То есть каждый человек потом со временем находит какую-то свою волшебную формулу. Сколько ему нужно рома. Сколько ему нужно кока-колы. Чтобы был хороший вкус. И чтобы живительный алкоголь возымел правильное действие. Ну что, кажется коктейль уже готов. Но не совсем. Теперь пришла очередь для тех долек лимона, которые у нас остались тут лежать. В них мы сейчас сделаем два небольших надреза. Вот. И украсим ими, собственно, стакан. Ну, кто-то приготовит немножко иначе. Ставит одну дольку на стакан, а вторую бросает вниз. Вот. Кому как нравится. Ну. И казалось бы, что это все. Но нет. Это не совсем все. Как научили меня кубинцы. Самый главный ингредиент коктейля Куба Либра. Это любовь. Это любовь к тому, что вы делаете. Это любовь к тому, для кого вы его готовите. Это любовь к жизни и к музыке. В нашем случае к музыке. Поэтому, если вы все сегодня делали правильно, не спеша, с любовью. То коктейль получится превосходным. Последняя деталь. Если вы готовили коктейль с мятой, то сюда нужно вставить трубочку, чтобы не жевать мяту. Вот. Это коктейль для моей любимой. Это коктейль для меня. Самое время пожелать вам всего самого наилучшего. Поздравить со всеми праздниками. И, наконец, насладиться этим прекрасным напитком. Будьте здоровы и всем прекрасной музыке. Спасибо. Спасибо. Субтитры подогнал «Симон»! 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 Продолжение следует...